Здравствуйте! В эфире программа «В центре внимания» в студии Евгения Монакова. Сегодня будем говорить про международный хакатон, который сейчас проходит на уровне регионов. И у нас в студии сегодня находится программный директор «Точки кипения» Благовещенства Дарья Лариошина, а также участник второго этапа дальневосточного этапа международного хакатона Андрея Гелла. Здравствуйте! Дарья, ну так как вы как организатор, как площадка, расскажите немножечко подробнее для тех, кто не знает, что такое хакатон. В принципе, хотя мы, кажется, уже не раз даже в этой программе рассказывали, давайте расскажем, что это такое, для кого это. Ну, хакатон, если простым языком, это соревнование для айтишников. 12-13 числа проходило на базе «Точки кипения» Благовещенства Дальневосточный этап. Он является вторым. Первый этап – это был отбор идей именно социально значимых задач не только для нашей страны, но и для всего мира. То есть идеи предлагали сами участники, правильно? Идеи предлагали органы власти, общественники, предприниматели, именно социально значимые задачи для решения в глобальном масштабе. То есть это реальные задачи, которые нуждаются в каком-то интересном решении необычном, да? То есть это имеет практическое применение, это не просто какой-то конкурс, кто умный, да? Да, все верно. В рамках второго этапа по нашей стране прошла серия хакатонов. Еще несколько впереди, и третий этап будет заключительным. Он начнется в сентябре месяце, когда ребята, доработав свои проекты и идеи, смогут представить их на суд Агентству стратегических инициатив. Данный хакатон проходит уже три года подряд. Его мы принимаем у себя второй год подряд. В прошлом году он был в формате онлайн, в этом мы смогли принять очно участников. Порядка 20 человек у нас были размещены на площадке, и 20 человек у нас были в формате онлайн. Ну, сейчас расскажем еще, как это все происходит. У меня пока вопрос к Андрею, действительно. Андрей, уже получилось так, что третий год участвуете в хакатоне. В чем интерес взрослого, сложившегося человека? Зачем вообще пошли на хакатон? Ну, с одной стороны, конечно, какие-то эгоистические могут быть потребности развиться, то есть научиться каким-то новым вещам. Вот, в частности, сейчас у нас была задача про размещение машин скорой помощи. Там нужно было провести аналитику по данным, чтобы кластеризовать наиболее частые области, где чаще всего происходят вызовы скорой помощи. То есть надо было что сделать конкретно, вот как формулировалась задача? Ну, конкретно применен алгоритм кластеризации был для того, чтобы понять, вот там были данные, сырые данные по вызовам на пункты скорой помощи. Нужно было понять, какие-то аномалии выявить, какие-то наиболее активные зоны, где чаще всего происходят эти вызовы, чтобы сократить время приезда скорой помощи, чтобы клиента как можно быстрее привезти. Ох, серьезная правда задача. Еще и от этого зависят жизни, правда. Ну, удалось ее решить, я так понимаю, раз у вас вообще по Дальнему Востоку второе место получилось. Да, но это промежуточные результаты. То есть за два дня, понятное дело, что серьезный прототип сделать нельзя, но что было сделано конкретно мной, я сделал уже для определенной выборки этих звонков. То есть там всего 170 тысяч звонков было за год. И, соответственно, я сделал для наиболее частых звонков, которые аномально часто возникают, и сделал кластеризацию. То есть дальше дело техники, чтобы провести это для большего количества этих самых звонков. То есть это просто вопрос времени и затрат компьютерных, скажем так, вычислительных сил. Ну, полагаю, так продолжать будете на следующем этапе. Ну, я буду продолжать не только здесь, но и, в общем-то, сейчас цифровой прорыв будет. То есть мне интересны все эти хакатоны, потому что каждая решенная задача, вот для программиста это особенно актуально, это сразу рост на ступеньку вверх. Потому что каждая задача ты не можешь сначала никак решить, но в итоге вот бьешься как-то головой о стену и решаешь. Дарья, я понимаю, Андрей не просто так привели, он действительно уникальный, он в одиночку вышел на хакатон, да, и, в принципе, без команды. Хотя, как правило, знаю, у вас команды. Вообще, какое максимальное количество человек было представлено в команде? Получается, команды до пяти человек у нас были. Первое место по Дальнему Востоку у нас заняли студенты ОМГУ. Вот это да, то есть у нас и первое, и второе сейчас, на настоящий момент. У нас и победа есть, правда. Конечно, это очень радует, на самом деле, что с каждым годом на хакатоны приходит все больше участников. И действительно, наши программисты являются одними из самых сильнейших в стране, потому что который год подряд они занимают лидирующие строчки на различных хакатонах, и международных, и всероссийских. Где вот этому можно научиться? Мне сразу просто Андрей рассказывал свою задачу. Вот как? Это же действительно не то, чем вы занимаетесь в жизни. Это какие-то социальные проекты. Они абсолютно от вас далеки оторваны. Вот математик может вообще все, что угодно, или программист, решить? Какую угодно задачу? Ну, вы правы в том, что за всем стоит некая абстрактная модель, которую можно применить и к каким-то другим задачам. Но вот здесь самое естественное, что напрашивается, это доставка чего угодно. Хоть пиццы, хоть каких-то, да, вот сейчас очень активно это развивается в связи с заболеваемостью людей. Это, мне кажется, что за этим будущее. Поэтому, да, в общем, за всеми задачами стоят какие-то общие модели, и нужно просто как-то оптимизировать ее под конкретную ситуацию. Андрей, ну у вас есть хоть какая-то, не знаю, группа поддержки? Звонок другу, в конце концов. Периодически я набираю все-таки людей в команду, потому что на отдельных хакатонах есть и требования, что минимум три, допустим, человека должно быть в команде. Поэтому иногда, ну, просто люди так, скажем, приходят, может быть, там ничего не делают, но хотя бы числятся. И было бы здорово, если бы вот сейчас мы заинтересовали ребят, может быть, кто-то захотел бы ко мне в команду, да, я был бы счастлив, что с кем-то можно посотрудничать и поучаствовать в следующем. То есть в этой связи усиливаться – это только плюс исключительно, да, добавлять кого-то? Да, для всех в команде люди, конечно, могут и помочь друг другу в плане того, чтобы новые какие-то идеи освоить, что сам ты не можешь, допустим, а человек тебе подскажет и покажет наглядно. Дарья, как это со стороны выглядит, когда они решают задачи? Я однажды наблюдала, вот как раз когда онлайн был вариант этапа, да, в прошлом году, я наблюдала, как это в сети происходит, как они там сидят практически сутками для того, чтобы вот это вот все представить. Здесь это как выглядит со стороны, расскажите. Здесь точно так же. Только ребята находятся в одном пространстве, разные команды, и они совместно проектируют свою задачу. Но было очень приятно, когда ребята плавно перетекали из одной команды в другую и просто помогали, ну, как бы, противоположной команде, если у них не хватало каких-то компетенций, они помогали, там, докидывали, пускай, ну, не полностью погружаясь в процесс, но тем не менее, некоторые вопросы они решали совместно. Было очень приятно то, что когда одна из команд у нас взяла проблему рождаемости, причем это были девочки. Так, девочки проблему рождаемости, мне кажется, и должны решать. Было огромное количество вопросов, и мы смогли обратиться к нашим предпринимателям, которые занимаются анализом как раз биологического материала, и задать те или иные вопросы, которые, ну, не обладают, конечно, компетенцией девчонки. И предпринимателю было очень приятно, что они быстро отозвались, какие-то данные накидали, куда посмотреть, что почитать, какую-то информацию дали девчонкам, и они продолжили работу. То есть хакатун объединяет, я поняла, да, Андрей? И вот когда проводятся, я так понимаю, вот такие очные этапы, это еще ценней, правда же? Да, хотя сейчас редко можно поучаствовать в очном этапе, потому что все-таки везде заболеваемость. Но это будет все чаще и чаще, и, в общем-то, до ковида люди... Нет такой ситуации, чтобы люди как-то активно конкурировали, как-то враждовали на площадке. Нет, такого нет, абсолютно. Хотя удивительно, это все-таки соревнования же, раз ли там не включается... Да, и там очень многое на доверии, понимаете, ведь легко обмануть. Ты можешь, допустим, ну не знаю, нанять какого-то программиста, который бы за тебя что-то там делал. Но люди честно себя ведут, на самом деле, и нужно доверять людям, и понимать, что ты в первую очередь пришел туда для себя, да, то есть не для того, чтобы кого-то там победить, да, а для того, чтобы в первую очередь себя победить, да, ждать что-то новое. Андрей, вот Дарья говорит, да, что у нас самые сильные в России программисты. А на кого вы смотрите, на кого равняетесь? Где все-таки вот они, вот самые светлые умы, действительно, которые творят какие-то невероятные вещи? Ну, они везде в мире, конечно. То есть сейчас такая ситуация, что людям действительно неважно, где жить. То есть вы можете жить в Амурской области, можете в Калифорнии, в Москве. Интернет всех объединяет, вы можете общаться с кем угодно, где угодно. Дарья, что дальше будет происходить? В рамках этого хакатона ребята сейчас дорабатывают свои идеи до сентября месяца и уже ждем результатов. Я очень надеюсь, что наши айтишники попадут в десятку лучших и займут призовые места, где будут выплачены денежные средства, которые они смогут потратить на свои команды. А денежные средства какие? Первое место – это 1 миллион рублей, а общий призовой фонд составляет 5500. Андрей, деньги – это мотивация в хакатоне? Ну, не самая важная мотивация, скажем прямо. Деньги там не очень большие, особенно если учесть, что они потом делятся на команду. Мне кажется, студентам ОМГУ было бы приятно. Студентам, я думаю, да, студентам это приятно было бы, точно. Ну, а для вас главная мотивация – это все-таки вот этот опыт. Это что-то новое узнавать, да. Мне нравится, когда у меня получается делать что-то новое, чего я раньше не мог. Можно добавить. Мы хотим пригласить ребят. В этом году у нас будет еще несколько очных этапов цифрового прорыва. Это другой хакатон, это все российские. То есть можно еще поучаствовать? Можно прийти, получается, будет проходить в эту пятницу стартуем, но уже, к сожалению, регистрация на него закончилась. Я предлагаю всем ребятам прийти 3 сентября и решить финансовые вопросы нашей страны. Ох, как интересно! Спасибо вам, Дарья, хорошая такая вот заявочка. Спасибо большое за интересный эфир. А я напоминаю, что сегодня с гостями была Дарья Лариошина, программный директор «Точки кипения» Благовещенск, а также Андрей Игелло, участник дальневосточного этапа международного хакатона. Вы смотрели в центре внимания. До встречи в эфире! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова